Да, это же 100 детей, друзья мои, всем привет-привет, The Sims 4, и наша Амелия снова грустная. Наша Амелия грустная, и грустит она, потому что она снова беременна. Да, друзья мои, она снова беременна. И, насколько я помню, в прошлой серии, ух ты, у нас тут прям целая картинная галерея, я смотрю, в прошлой серии у нас подрос наш сынишка. Слушайте, а что вы за тортик такой? А, самый обычный тортик кушаете. У нас подрос сынишка, и, как вы видите, он очень даже такой вот симпатичненький. Я думаю, что мы сегодня с вами его, ну, наверное, переоденем, вообще посмотрим, что у него есть из одежды. Я думаю, что Хайр мы ему тоже поменяем. И, если вам нравится 100 детей, то обязательно поддержите этот ролик лайком, потому что у нас тут творится, вы сами знаете что. Итак, давайте друг другу, себе, им, вам, нам напомним, что у нас у всех тут за делишки. Значит, ты у нас хорошист. Ты у нас хорошист. Ты хорошистка, и вы пока что никто. Ну да, наши бэйбики пока что маленькие, они еще нигде не учатся. Кстати, а когда у вас? А, у вас 5 дней до взросления эти футы. Это еще очень много времени у нас есть. Так, я предлагаю... Что-то мы с вами на второй этаж выбрались, которого у нас нет. Я предлагаю наших детишек отправить учиться. Точнее, даже не учиться. Мы их отправим, наверное... Где планшеты? Ага, у тебя есть планшет. Давай-ка ты поиграй в Бликблок. Ты... А, ты хочешь спадки. Ты хочешь спадки, и ты хочешь помыться. Я предлагаю нашего сына попросить помыть твоего, получается, твою сестричку. Да, у тебя же у сестрички проблемы. Блин, сестричка еще и спать хочет. Ну хорошо, значит, ты у нас где? Вот это ты у нас сестричка, Британи. Давай-ка ты ее искупай в ванне с пеной. Ну а ты... А у тебя, в принципе, настроение такое себе. Ты просто голодный. Вот это мне немножко не нравится, что наш сын как-то не дотягивает до отличника. Что тебе не хватает? Три из четырех у тебя уровень. Давай посмотрим. Интеллект. Ну, давай, пока мама не ложится спать, мы тебя отправим интеллект прокачивать, общаться. Хотя, может быть, общения нет. Общения я не очень хочу. Давай, иди упражняйся в наборе текста. Может быть, нам моторику стоит прокачать. Пусть прокачивает. А кто мне звонит? Ребята, нам позвонил, по-моему, наш бывший. С которым, скажем так, у нас там проблемы были. Ну, который нас застукал. По-моему, мы у него на дне рождения были. Как вы знаете, я частенько так люблю поигрывать наперед. И иногда я играю наперед. Потом где-то, может быть, на неделю, две даже делаю перерывчик в записи. Потому что берешься за другие проекты. Знаете, как говорится, разгружаешь мозги. Так, и поэтому, может быть, небольшая путаница в наших историях. Надеюсь, что, вроде бы, мы все правильно говорим. И, по-моему, только что нам именно что бывший звонил. Так, ну, у нас сейчас ребенок, получается, не от него. Наверное, от него вот эти детишки. Давайте проверим. Так, это чего творишь? Чего ты стоишь? Взяла куда-то ребенка, понесла. А, у тебя, в принципе, настроение хорошее. Ты что пошла делать? Рассматривать божью коровку? Зачем? Зачем тебе рассматривать божью коровку? Божья коровка это такое. Это, конечно, интересно, но тебе, мамка-блогерша, надо бы работать. Так, ты купаешься, это хорошо. Давайте-ка мы отправим нашу... А, ребят, у нас сейчас суббота будет. Наверное, пойди поизучай модные тенденции. Давай-ка поизучай. Ух ты, шужая, у тебя какое пузо, вы посмотрите. Вроде бы у нас только первый триместр, а она у нас уже такая здоровая. Но мы с вами понимаем, насколько сейчас детей. Ну, у нас вообще 7 человек в семье, поэтому больше одного у нас не будет. Ну, хорошо, давай посмотрим. Что у нас там за модные тенденции? Что у нас там такого интересного? Ну-кась. Что бы нам записать? Ветеринар, уход за собой, счастье и актерское мастерство. Уход за собой. Давай советы по уходу за собой. Это очень и очень важно. Наша дочка спит, но у нее, кстати, что там? Моторика, да? Да у нее еще 3 часа, 3 дня. Получается, мы можем вообще расслабиться и не париться. Так, ну, сегодня я очень хочу, чтобы наши детишки, конечно, поработали над собой, скажем так. То есть мы с ними поработаем. А давай-ка ты иди искупай своего, получается... Подожди, ты же у нас братик, да? Лютер. Иди искупай Лютера, потому что, вы видите, он грязнулька. Уход за малышом. Давай-ка мы тебя тоже искупаем в ванне с пеной. Ты где? Ты ложишься спать. У-у-у, ребята, неприятная ситуация. Пожалуйста, просыпайся, я тебя прошу. Мы даже специально ускорились. Между прочим, у нас идет дождь. У нас идет дождь. И я, кстати, завтра хочу нашу Амелию отправить погулять по городу. И я хочу, чтобы она хоть с кем-нибудь познакомилась. Чтобы у нас уже появились на будущее какие-то мужчины. Так, ты там как? Приводишь себя в порядок, да? Интересно, кто-нибудь будет смотреть советы по уходу за собой в куртке, в шапке? Нет, вообще, почему нет? Зимний советую по уходу за собой. Ну, наверное, это кому-то было бы интересно. У нас все сломалось, я смотрю. У нас с вами все сломалось. Что же могло, все сломалось. Так. Ну, Фил молодец. Фил молодчага. Я бы хотела нашего брата сейчас попросить, ну, чинить. Я не знаю, как он быстро это сможет все сделать. Давай, почини. Мамочка пока работает. И, наверное, тебе придется эту штуку починить. А-а-а. Советы по уходу? Да, будет пусть называться советы по уходу за собой. Ты, пожалуйста... Стой, куда ты пошла? Открой, пожалуйста, мне архив. Куда ты собралась? Ты телевизор пошла? Смотри, ты что вообще? Иди отправляй. Выкладывай видеоролик. Мы что, с тобой зря записывали? Она уже голодна. Ух, ребята, вы же помните? Наша Амелия, когда она беременна, она нам с вами мозг выносит. Кстати, ребята, а когда у нас, собственно, смена поколений-то будет? Давайте смотреть. Тан-таран. Неизвестная личность. Мне кажется, что у нас репутация скоро туда пойдет. Так, давай смотри. О, божечки-кошечки. Я смотрю просто на количество детей. Ребята, вы представляете, какое у нас тут будет дерево? Так, значит, что нас интересует? А, 17 дней до взросления. Я сюда хотела зайти. Значит, день рождения у Амелии будет аж в конце. То есть у нас получается, что лето было. Ребят, нам еще ждать и ждать. А, девушка, вы какие-то странные у вас жесты. Ты пока в прекрасном настроении. Так, сты. Ты что делаешь? Играешь дальше в Блик Блок? Хорошо. У тебя, я смотрю, что настроение не айс. Поэтому мы сейчас с вами, наверное, попросим нашего старшего брата. Слушайте, а у нас горшочек для малышей-то есть. Есть. Приучать горшку кого? Мы тебя будем приучать, да? Мы будем Лютера приучать горшку. Давай-ка ты у нас приучивай. Ты что хотел сделать? Надеюсь, что-то полезно. О, вошли уже друг в друга. Прекрасно. У нас тут куча мусора, который можно утилизировать и получить за это денежку. 77 миллионов. Потом у нас... Блин, это цветы. Потом у нас вот тут мусорянский. Ладно, полежи. Мусор. Всё, мы выбросили с вами мусор. Ещё 70 миллионов. В принципе, знаете, я вот так смотрю на наш дом. Он, конечно, прикольный. Но я думаю, что всё-таки я его тоже буду перестраивать. Я пока что не знаю, как часто мы будем с вами перестраивать дома. Но я понимаю, что будем... Может быть, мы этот дом весь не будем перестраивать. Может, мы как-то комнатами будем перестраивать. Я пока не знаю. Ну, хочется, конечно, всё и сразу попробовать. Разные стили. Но, опять-таки, двухэтажные, вы же знаете, я не перевариваю. Так, ты... Почему ты пошёл играть? Я же попросила приучить горшку. Понятно. То есть, ребёнок сейчас у нас воспользуется подгузником. Прекрасно. Я хочу сейчас нашего сынишку вообще-то переодеть. Вообще, изменить ему внешность. Давайте мы это с вами попробуем сделать вместе. Чё-то наш сынок... Ладно. Я хотела его подвинуть, но, видимо, ему двигаться не понадобилось. Мы могли спокойно в него пройти. И сейчас я хочу его поменять. Потому что, так как он у нас молодой такой парнишка, мне кажется, мы можем заняться его... Так, давай я тебя... Ребят, ну ладно, всё в порядке. Я хочу его с кем-то познакомить. То есть, мне хочется устраивать судьбу, ещё жизнь наших детишек. Ну, стараться устраивать. Конечно, когда их не очень много, значит, что он у нас из себя представляет? Он у нас инсайдер и танц-машина. Предлагаю брать ему такие волосы. Я всё-таки предпочитаю волосы немножко другие. Я предлагаю ему сразу же скинтончик какой-то симпатичный выбрать. Ну, женское лицо мы тебе вряд ли будем брать. Это будет совсем странно. Давай вот такой тебе фейс оставим. Брови я бы тебе взяла какие-нибудь потолще. Вот давай вот такие. Ты у нас будешь брюнетом? Хорошо. Брюнетик так брюнетик. Теперь нужно выбрать брюнетик. Забавное слово получается. Давайте-ка выберем волос. Может, мы его длинноволос... Он мне вообще какого-то, знаете, такого... Индианца напоминает. Я даже не знаю. Но симпатичный вышел парень. Надо будет посмотреть, кто у него отец. И запоминать, и дальше знакомиться с такими отцами. Длинные волосы. Я хочу что-нибудь, может, испас... Вот это, кстати, мне прическа нравится. На удивление. Хвостик. Такую. Причем можно, конечно, и вот такое что-то взять. Можно и такое. Но я думаю, что будем смотреть... Слушайте, а чем вот это? Отличие... Нет, вот это... Ага, это типа более приплюснутая. Мне можно. Да, это у нас немножко подглюченное. Что у нас с вами кучерявые? Что бы нам с вами такое взять? Эти можно было бы и такие взять ему волосы? Вообще, в принципе, можем на классических остановиться. Почему бы и нет? Можем взять те же волосы, что и у мамы. А чего бы и нет? Такие... Кстати, может быть, вот такие ему взять? Смотрите, такая легкая небрешность. Эти мне не нравятся за счет вот этого волоска. Так тоже неплохо. Может, давайте вот такой. Мне кажется, он очень так симпатично смотрится. Такой, знаете, полуромантичный. Я, честно говоря, даже не знаю, какой ему выбрать стиль. Я бы хотела ему, во-первых, какие-нибудь... Пусть у него будут проколтые уши. Ну... Пусть будут. Значит, что нам с вами выбрать для него из одежды? Ну, я думаю, что парнишка у нас будет по классике одет. То есть, чего-то там такого экстраординарного мы брать не будем. Я предлагаю взять какую-нибудь, ну, как по классике, курточка, джинсовочка. Такой, знаете, такой пока что свой парнишка. То есть, я его хочу отправить в спортзал, чтобы он немножко подкачался. И, наверное, мы с вами попробуем... Так, что у нас с вами есть? Ну, эта куртка, я думаю, вряд ли. Хотя у нас сейчас осень и курточка, мне кажется. Ну, вот эти куртки мои самые любимые, вы же знаете. Кстати, можно было в футболку с шарф... Ну, футболка с шарфиком диковато смотрится на осень. Курточка. Давайте джинсовую куртку. Я люблю джинсовые куртки. Белая. Давайте, наверное... Давайте серенькую возьмем. Серая курточка. И какие-нибудь тебе надо взять брючата. Можно было бы, конечно, топовые эти самые кожаные. Давайте посмотрим, как им будет в кожаных. Так, где тут у нас спортивные? Нет, спортивные. Ну... А что... А давайте возьмем спортивные, эти кожаные. Может, он у нас хочет быть таким вот стильным, модным, молодежным. Ну, хочется ему белые... Ммм, белые кроссы. Это очень даже серые. Знаете, какие бы ему пошли? Вообще, типа, кроссы под цвета в футболке. Ладно, давайте попробуем таким его стильным оставим. Почему ты... Ладно, хорошо, ребят, пусть будут шапочки. Хотя я бы ему брюки поменяла. Честно говоря, я бы ему вообще цвет брюк поменяла. И цвет вверх тоже я бы хотела поменять. Фиолетовый. Сероватый такой пиджак. Ну, хорошо, пусть будет в таком. Я сейчас так быстренько ему меняю. То есть нас сейчас интересует же, как вы понимаете, только его верхний, скажем так, верхняя одежда. И шапку я предлагаю снять. Уильям, не обижайте, но ты будешь без шапочки. Так, хорошо. Допустим. Спортзал. Ну, ребята, тут нам точно надо ему подобрать. Потому что если он у нас сейчас пойдет в спортзал и будет там время проводить, то хотелось бы его все-таки видеть в каком-то более-менее таком вот стильненьком прикиде. Что у нас с вами есть? Ну, наверное, надо взять какую-нибудь футболку. Это мне не нравится. Давайте вот что-нибудь из этого. Пусть будет вот такая вот толстовка. Черная. Мятная. Давайте синюю. Давайте синюю. Я бы взяла ему вот эти спортивные штаны, но... Но... Но такое на нем оно, знаете, так вот сидит. Хотя давайте... Ну, а чего нет? А чего бы нет? Наверное, тогда придется нам футболку поменять. На что-нибудь... Давайте вот эту. Пусть уж такой вот будет у нас парнишка. Цвет кед нам тогда нужен либо синенький. Давайте синее. Ну, все остальное, в принципе, меня устраивает. Только кроме вот этих ботинок. Это нам точно не подойдет. Для вечеринки. Ребята, кто его для вечеринки так одел? Кто тебя так одел, чувак? Только не говори, что твоя мама. Потому что если тебя так одел твоя мама, то я с твоей мамой общаться не буду. Возьмем что-нибудь... 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 С фламинго. Ладно, пусть такое будет. Для купания... Ребят, ну, для лета. Я надеюсь, что вы не удивляетесь, что у него такой ошейник. Ошейник. И почему-то у него, ребят, у него кольца на пальцах. Кольца уберем. Да и жилетка мне что-то не очень нравится. Давай вот такую футболку. Я думаю, что до лета он у нас еще подкачается. Блин, на зиму тебе надо тоже что-нибудь более стильное. Потому что у нас вот-вот будет похолодание. Он сейчас у нас выйдет, как-то стремненько одет. И все. Ему скажут, чувак, давай гуляй. Можно вот такую серую куртку. Серая курточка. Правда, я боюсь, что он замерзнет в ней. Ну и давайте, может быть, брюки, брюки, брюки. Такие брюки. Давайте такие брючки мы возьмем. Кроссовки я бы не брала. Я бы взяла какие-нибудь синие. Ну давайте такие синие ботинки. Не переживайте, ребят. Он у нас с вами сейчас пойдет в спортзал. Будет знакомиться. Понимаете, сейчас... В принципе, я тоже вижу, что за Амелию играть смысла нет. Она у нас беременная. Вести ее... Я просто думала... Как вы помните в начале серии, что мы пойдем с кем-то знакомиться. Но я понимаю, что пока она не родит, пока у нас дети не подрастут, нет смысла в этих знакомствах. Поэтому мы можем устраивать личную жизнь нашего сына. Только где мы с вами сейчас девушек тут найдем? Я не знаю для него. Но будем стараться. Сынуля. Сынуля. Давай-ка ты пойдешь сейчас спать. Кстати, а где ты спать будешь тут? Давай ты будешь здесь спать. Все, ты пошел отдыхать? Хорошо. А ты тоже ложись спать. Ты... Ты выспалась. У-у-у. Божечки-кошечки. Ух ты, сердитая какая. Не трогай, пожалуйста, свою... Эту самую... Свою сестричку. Пусть тебя искупает мамочка. Мне нравится это, знаете, все будет хорошо. Так она так успокаивает. Все будет хорошо. Амелия, не тупи. Давай. Иди к своему ребенку. У вас с ней хорошие отношения. Пожалуйста, пойди с ней и позанимайся. Что ты вообще делала? А, просматривала сайты безопасные для детей. А мы... Ребенка не собираемся купать? Что с тобой не так, дорогая? Ударить? Ребята, наша дочь хочет ударить вторую дочку. По-моему, это не очень правильно. Давай мы просто здесь купаем. Давайте хоть посмотрим. Драки сейчас не будет. Ну, походу, что-то у нас такое было. Но я так понимаю, что наша старшенькая вообще убежала. Сказала, ну нафиг, я не хочу здесь находиться. Кстати, а что у нас по праздникам? Последний день осени. Да, хорошо, что мы нашего сына переодели. Но наш сынишка сейчас выспится. Между прочим, уже 5 утра. И мы с вами сможем куда-нибудь отправиться. Честно говоря, у меня каких-то идей пока нет. Я бы его отправила в Сан-Мишуна. Мне кажется, что Уильям захочет туда переехать. Не знаю, почему. Не спрашивайте, почему. Не спрашивайте, зачем. Ложись, пожалуйста, спать. Ложись в спадке. Ты где? Чего ты грустишь? Где все мало внимания и голодный? Ну, прости, пожалуйста. Сейчас мы тебя накормим. Так, откроем. Я боюсь, что тортик тебе, конечно, лучше не давать. Но придется тебе дать кусочек тортика. Ну, потому что сейчас он будет у нас требовать все время сладости. Ага, очень грустный. Амелия, может ты поговори с ребенком? Позвать все будет хорошо. Давай-ка ты поговори про то, как день прошел. Вот ребенок будет пока кушать, а ты пойди поговори. И ты грустить не будешь, и ребенок. Лесли? Лесли, прости, пожалуйста. Я хочу побыть сегодня дома с семьей. Я хочу, чтобы у нас с детишками все было хорошо. Давай расскажем историю. Чудненько. Наша дочь к чем-то за... Нет, ну пусть общается. В принципе, пусть общается. Наш старшенький почти выспался. Но я думаю, что кушать мы его отправим как раз... Где бы тебя отправить покушать? Покушать. Наверное, может быть, ты покушаешь в спортзале. Хотя у нас там торговых автоматов вроде нет. Но мы можем там поставить всегда торговый автомат, чтобы он что-то себе прикупил. Потому что если он сейчас останется кушать... Шон, дух персонажа по имени Шон. Ребята, вы помните Шона? Вы помните эту бубочку Шона? Мне так его жалко. Блин, ребят, наверное, Шон получился у нас самым симпатичным. То есть из всех наших детишек... Кстати, да, а ты, кстати, от кого? Мы хотели с вами посмотреть. Ты у нас, получается, от Дарьио Ямада. Да, ребят, с которым мы изменили. Ой, какая неприятная ситуация. Причем, заметьте, у нас, по-моему, впервые... Я не хочу утверждать. У нас впервые сын. Один сын вырос, а второй не вырос. Так, ты чего? Чего ты спишь в кресле? Ну, почему нельзя лечь спать здесь? А ты чего? Зачем ты разбудила? Ложись спать здесь. Ага, ну тогда просто вздремни. Ребят, 1100 нам пришло? О, 1010. Ну, тоже неплохо. Я так понимаю, что наш сын игнорил то, что мы ему... Ты что ешь хотя бы? Куриная сальтимбока? Ладно, куриную сальтимбоку тебе можно. Мы сейчас тебя отправим в спортзал. Парнишка не переживай. О, почему наша дочка не могла лечь нормально? А что ты готовить и собиралась? Мороженку. Правильно, кстати. О, нам там что-то пришло, друзья мои. Нам где-то что-то пришло. Почта. Ну, почту я пока брать не хочу. Нам нужны, кстати, деньги, чтобы заплатить за наш дом. Потому что, как вы помните, стоит он очень и очень дорого. Блин, у нас тут грязь сумасшедшая. Чего у нас тут так грязно? Может, ты попробуешь посмотреть? Нет, дать название. А мы ничего с гномиками сделать не можем. Понимаете, в чем беда? Все, гномиков рассердили и до свидос. Мусорное растение. Я бы хотела... Слушайте, а мы можем наши мусорные растения куда-то одеть? Да, мы можем их продать. Кстати, мы могли бы и семена попродавать, но я не уверена, стоит ли их продавать. Может, мы их потом высадим. Потому что, как вы помните, я все-таки хотела, чтобы у нас кто-то занимался посадками. Так, дорогой, я понимаю, что ты без настроения. Давай поедем. Давай мы поедем твою личную жизнь обустраивать. Мы тебя пойдем приводить в порядок. Пока твоя мама беременная, пока твоя мама выносит всем мозг, мы с тобой, наверное, поедем в Сан-Мишуна. Мне почему-то кажется, что Уильям захочет отсюда уехать. Ну вот мне почему-то так кажется. Будем считать, что Винденбург это такой вот провинциальный городишко. Мол, там, как бы, ну, ему делать нечего, он оставаться там не хочет. Поэтому Уильям решил, что надо попробовать себя в Сан-Мишуна. Вот мы сейчас с вами в Сан-Мишуна съездим. Посмотрим, как у нас тут делишки в спортзале. Быстро что-нибудь занимаем. Кстати, а ты кто такая? Я. Слушайте, а барышня? Ничего такая. Ну, мы уберем, если что, у нее все вот эти ее... Эти самые внешние виды, ее, конечно, подправим. Да? Ты со мной общаешься? Потому что я бы попробовала с кем-то из рандомных персонажей. Представляете, мы заведем романс. Ты кто? Это, походу, наша... Блин, это Зои. Я думаю, смотрю, такая красивая барышня. А оказывается, это у нас это самое. Просто... Просто наша тетя. Я хочу попробовать вот с этой барышней пообщаться. Я... Я... Хотела спросить ее о карьере. Она ушла. Это, по-моему, тоже наша сестра. Это как раз именно наша сестра. Я хочу занять дорожку. Давай-ка мы пойдем с тобой разминаться на дорожке. На дорожке, мне кажется, мы быстрее всего можем сбросить лишние кгшечки. Ну, по крайней мере, в 74. Поэтому давай-ка мы тебя отправим. Это он тоже наш брат. Нет, да. Это наш... Слушайте, а может с вот этой мадамой? Мы никогда с ней не замучивали. Она у нас восходящая звезда. Почему бы не попробовать отношения со звездой? Попросить сделать селфи. Давай попросим сделать селфи. Я понимаю, что я потный и вонючий сейчас буду, но я хочу сделать с вами селфи. Здравствуйте. Можно? Кайло. Ой, ребята, она согласилась. Ой, ребят, смотрите. Ну, мы могли бы с ней попробовать. Это тоже наша какая-то... Да, это Лесли. Это наша старшая сестра. А я бы хотела попросить у тебя автограф и попытаться попробовать тебе представиться. Может быть, я тебе понравлюсь. Смотрите, она на нас так смотрит. Нет, я тебе не нравлюсь. Ну, чё такая вредная? Ну, как вы думаете, получится, нет? Поздоровалась? Да ладно. Мне приятно светиться обожанием. Давайте мы посвятимся обожанием. Спросим про твои интересы. Ты кто такая? А ты? Ребята, ребята, ребята. Что это у нас за блондинка? А, ну да, такое. Рия Венкатарама... Я даже её не видела. Слушайте, а у нас тут ещё мужик без ног есть. Ну, Sims 4, это вообще игра такая, вы знаете, очень интересная. В ней происходят всякие интересные штуки. У нас тут ещё какая-то дамочка. Нет, ты не симпатичная. Я бы попробовала Скайлай как-то... Замутить. Но, я не знаю, получится... Спросим ещё про интересы. Я надеюсь, что ты не замужем. Ты не успела здесь выскочить. Ни за кого и никуда. Я так понимаю, что мне не очень понравились. Светиться обои, посвятимся ещё обожанием. Мне кажется, таким звездюлькам, как Кайло, это нравится. А это кто такая? А, это Гангадзе у нас так выглядит. Хорошо. А ты? Кто такая у нас с рожками? Вообще, смотрите, симпатичная барышня. Я так понимаю, что мы сейчас пойдём ей представляться. Раз она себя плохо ведёт, Кайло, не надо на меня так смотреть. Ты упустила свой шанс. Ты упустила свой шанс быть такой вот чудесной девушкой. Ну, подумаешь, она немножечко рогатая. Ну, немножко телепортируется. Вы же знаете, что можно всех изменить. Поэтому, я думаю, что проблем не будет. Не будет. Так, ну, давай мы тебе расскажем скандальную историю. Расскажем, что мы сейчас пытались познакомиться, а нас отшили. А нас просто отшивают. Ребята. Вы понимаете, что у нас тут происходит? У нас тут это... Любовь. Слушайте, прошла такая... Прошла мимо нас. Давай похвастаемся нарядом. И узнаем тебя получше. Ты вообще какая? Ты у нас молодая, а ты у нас какой? А ты у нас пока что подросток. Как вы думаете, молодая и подросток... Это же не очень важно, да? Ну, то, что у них разный возраст. Я не думаю, что из-за этого нужно расстраиваться. Так, мы с тобой общаемся. Ты не любишь мух. Я тоже думаю, что я мух не люблю. Зато я люблю бабки. А ты у нас не дотрога. Ахана. Ахана, поговори со мной, а потом будешь отжиматься. Мы можем тебе взять искренний комплимент. Опять наша сестра здесь ходит. Спросим тебя про вуху. Хотя мне кажется, это не очень тактичный вопрос к девушке, с которым мы только познакомились. Куда ты пошла? Куда она ушла, ребят? Беги за ней. Уильям, беги за ней, пока она... А, это она за нами бегает. А ты кто? Джек Норрис, ребята. Я смотрю, что у нас тут прям парни светятся и появляются в Сан-Мишу, но очень и очень симпатичные. Давай-ка мы тебе покажем селфи. И я хочу дискутировать по поводу вампиров. Я думаю, что это не кайф. Да, давай с тобой поговорим про бананы. Мне кажется, или в таком виде она как-то получше выглядит, если можно, конечно, так сказать. Кстати, у нас сейчас проходит фестиваль романтики, и мне кажется, что нужно нашу барышню туда пригласить. Как видите, фигура у нее очень и очень даже неплохая. То есть девушка она у нас симпатичная, у нее даже ногти такие вот красивые. Ну, вообще, очень такая вот миловидная барышня, знаете. Мне кажется, нашему сыну она должна подойти. Ну что, дорогой, предлагаю попробовать показать информацию о фестивале. Предлагаю отправиться на фестиваль романтики. И я хочу с собой взять Ахану. И знаете, друзья мои, что самое интересное? Я просматривала... Я просматривала вообще персонажей, которые живут у нас в этом мире, и у нас очень много аленов. И у меня вопрос. Это, получается, чьи-то дети, чьи-то родственники, или это просто однофамильцы? Потому что их настолько много. Их просто, ну, человек 20, наверное. И вот надо будет посмотреть детальнее нам наше древо и узнать, может быть, мы действительно там с вами кучу родственников еще имеем. Так, красавица, привет. А давай-ка мы тебе расскажем анекдот про инженеров. Я хотела бы, чтобы у нас за сегодняшнюю серию нашего сына появилась девушка. Я хочу, чтобы ты переоделся, потому что я что-то не поняла. Я тебя переодевала, переодевала. Я тебе такие модные шмотки подбирала, а ты в итоге не хочешь переодеться. Ну, кто так себя ведет? Ну, кто так себя ведет, чувак? Лучше мы пойдем попьем чай с Сакурой. Так, передвигайтесь. Я его переодела. Смотрите, какой он у нас... А, ты пошла просто танцевать. Смотрите, какой у нас стильный сын. Я думаю, что мы очень и очень должны понравиться. Как тебя там зовут? Я все время забываю. Ахана. Ахана Анант. Я, честно говоря, не помню, чтобы у нас раньше такие девушки были. Вот это кто такая? Пейджи Лэнгфорд. Ребят, вы когда-нибудь видели такую барышню? Нет, я тоже ее никогда не видела. А оказывается, у нас тут такая растет. Нет, я хотела сказать, живет, но у нас почему-то прямо в центре хризантемы. У нас... Все в порядке с хризантемами. Они просто растут у нас, получается, над землей. Хорошо. Ну что, Ахана, ты теперь в моей власти. И теперь мы с тобой будем про кокетливую атмосферу с тобой говорить. Мы тебе дадим совет по отношениям. И я бы хотела еще упомянуть кокетливую атмосферу. Мне кажется, что мы ей не очень, да, нравимся? Да вроде же мы должны нравиться. Ну ты что? Я же такой красавец. А вот это кто у нас красавец? С Диего Карвала. Ребят, мне кажется, что это один из будущих мужчин нашей мамочки. Ну мне что-то подсказывает. Так, что-то ты не то ей ляпнул, дорогой мой. Тебе нужно с ней... Тебе не нравится, да? Ну хорошо, давай про хладную погоду поговорим. Может, тогда тебе будет поинтереснее. Проветренную погоду. Я смотрю, что мы не особо такие понравились, да? Ребята, чувствую, что нам придется за какой-то новой барышней бегать. Мало того, что у нас показатели упали, так и девушка у нас какая-то немножечко отмороженная оказалась. Она не особо-то... О, мы можем тут повыстр... Упать, чувак. Подождите, это Алекс... Подождите, это тот Алекс, от которого у нас детишки, тройня? О, ребята, мне тебя жалко. Мне тебя действительно жалко. Он, получается, настолько был сильно влюблен в нашу Амелию, что он даже не знал... Не знает, как себя развлечь сейчас. А ну давайте проверим. Действительно ли от него... Ребята, нормально, да? Это все хорошо у нас с отношениями? Да, ребята, это от Алекса. Он просто простой бармен. Ребятушки, ребятушки. Да, вот, смотрите, у нас Никита Бхида. Но получается, что у наших детей сейчас каких-то отношений толком ни с кем нет. Может быть, у вас, ребята, какие-то еще... Да, правда, Беатрис Гангадзе и Джерри Гангадзе. Ладно, у тебя еще тройня. Вот, смотрите, Лайнер Аллен, Фрэнк, Джим Аллен. То есть у наших, получается, у всех были Питер Аллен, Изабелла. То есть мы их даже всех не знаем, ребятки. А от кого? А Ян Джонсон, диджей? Ух, ребята, как это здорово. Мы теперь хотя бы знаем, что у нас есть куча-куча родственников, с которыми можно будет познакомиться. И кто? Саймон Смит, подросток. Ребята, я не знаю, кто такой у нас Саймон Смит. Это не... А, да, я думала, что это что-то интересное. Но это ничего не интересное. Я предлагаю ехать домой. Я предлагаю отправляться домой, потому что девушка у нас такая недотрогая, что дотронуться до себя не дала вообще ни разу. Поехали. А в Винденбурге, друзья мои, уже зима. Уже все засыпало снегом. Слушай, у тебя тут топовый есть телевизор. Давай-ка ты иди посмотри текущий канал. Иди посмотри текущий канал. Ну, мы пока посмотрим, как тут наша мамочка. Наша мамочка страдает. Наша мамочка пытается что-то рисовать. Но я предлагаю тебе сначала сходить все-таки в туалет. Я хочу проверить, как тут наши детишки. Ты у нас выспалась, и ты что-то кушаешь. Ты. У тебя вообще все в порядке. Ты у нас сидишь и что-то делаешь? Играешь в блик-блок для младенцев. Молодчинка. А почему ты на улице? Ну, как такое может быть? Горшок, пожалуйста. Ты у нас, получается, прилипчивый. Ну, а остальные? Вот у тебя скоро будет день рождения. Мне тут написали. Да, ребятки, в понедельник у нашего сына в любом случае будет день варенья. Ты у нас, конечно, до третьего уровня, до четвертого уровня ничего не дотянул. Я бы хотела, чтобы... Чего такое? Что у тебя случилось? Одиночество? Низкий уровень общения. Пойди пообщайся со своей сестрой. Где твоя сестрица? Где твоя сестрица? Ну, буди сестру. Сестра, просыпь... Я хотела бы с тобой пообщаться, там, не знаю. Попросить совет. Я бы хотела поделиться с тобой секретом. Рассказать анекдот про унитаз. Это же так весело и это же так интересно. Я все равно хочу сегодня попробовать добиться этой нашей дамочки. Я не знаю, сколько нам чего понадобится для того, чтобы ее добиться. Но пока что я хочу, чтобы ты у нас пошла рисовать. О, нет, нет, нет. Никто никуда не идет. Иди чини, блогер наш дорогой. Иди чини. Да, ребятки, зима? Мне нравится, что у нас уже все снегом засыпало. И нам только сейчас написали, знаете, у вас уже как бы зима за окном. Спасибо. А мы не знали. Так, ну... У тебя вроде бы настроение стало... У тебя просто дискомфорт. Тебе холодно, и ты грязный. В смысле ты грязный? Отвратная сантехника? А что, мы же так вроде бы нового поставили. Ну, ладно. Хорошо, иди упражняйся в наборе текста. У мамочки тут чисто, поэтому я думаю, что проблем нет. Не будет. Она у нас пусть пока что рисует, и я бы хотела, чтобы она продолжила свои блогерские деятельности. Ты уже... У тебя третий триместр через 14 часов, друзья мои. Через 14 часов у нас уже третий триместр. И, кстати, когда наш сын Уильям станет отличником... Ну, продавай коллекционеру. Когда он у нас станет отличником, мы с вами сможем спокойно... Иди поиграй в сетевую игру вместе с Дарио Ямада. Это один из твоих мужчин, насколько я помню. Да-да. А ты что делаешь? Ребят, а как наш сын уже успел выспаться? Я бы хотела, чтобы ты просто взял и сон в стиле диска. Сон в стиле диска. Какая ж ты сосиска. Так, давай-давай-давай, ты у нас тут играй, развлекайся, делай что хочешь. Ну, а у тебя уже, в принципе, настроение неплохое. Хотя, странно, ребят, мы купили самый-самый-самый здоровый и дорогой телевизор. И все равно, кто мне звонит? Зои? Ты и Ахану, и мои друзья, я очень счастлива. Ну, блин, молодец. Молодец, что ты счастлива. Я все равно хочу куда-то ее... Затащить эту нашу Ахану. Так, давай, просматривай, пожалуйста. Нам нужны денюжки. Ты же у нас видеоблогер. Ветеринар, уход за собой, счастье и актерское мастерство. Но у нас ни того, ни того нет. Давай тогда прилив энергии, отзывы в продукте. Давай уходы за собой. Уход за собой это то, что тебе нужно. Так, наш сын, в принципе, выспался. Я предлагаю отправить его в душ. Вот у нас есть душ. Сколько мы с вами? 1104, между прочим, получили. Нам не разрешают идти в душ. Ребята, идем принимать ванну. Идем принимать ванну. Мы с вами стараемся тут экономить, как только можем. Кто мне звонит? Алекс? Ребята, у нас Алекс. Я вам говорю, это просто потерянная любовь. Это, наверное, наш самый-самый-самая-самая большая любовь. То есть, большая и безответственная. Вы посмотрите, до чего мы с вами довели парня. Парень играет с игрушками. Парень сидит на полу. Парень вызванивает нашу Амелию и хочет с ней встретиться. Я не знаю, мне лично его жалко. Вот действительно, жалко парнишу. Он так старается, так надеется. А мы не можем ничего сделать. Я так понимаю, лежать на красной ковровой дорожке перед ходом в клуб. И это, в принципе, прям вполне себе в правилах этого клуба. Слушайте, а кто это такая пришла? Биллис Янг, фанатка, да. Наш сынишка решил сводить свою новую пассию. Свою новую девушку решил в ночной клуб. А ты кто такой? Подожди, это Диего Лобо? Кто так переодел Диего Лобо? Что это такое вообще? Что это за внешний вид? Так, у нас есть еще такой Юджин Харрис. Ой, ребят. У нас тут, я смотрю, что просто цветник из красивых мужчин. Жаловаться? Не-не-не, я не хочу тебе жаловаться. Я вам сразу хочу сказать, что эта баба какая-то, ну, прям капец. Она очень обидчивая. Она, не знаю, ей что-то рассказываешь, она на то дуется, на это дуется. Я, честно говоря, не знаю, как нам с ней совладать и что нам вообще стоит с ней сделать. Но мы должны попытаться. Мы должны попытаться как-то привлечь ее внимание. Я бы очень хотела попробовать с ней пофлиртовать. Но она же у нас недотрога, поэтому, я не знаю, получится нам ее соблазнить. Не получится. Мы девушку привели в клуб. Мы пытаемся как-то ее... Ну, вы видите, у нас вроде бы хорошая... Вот, давайте проверим. Получится, да? То есть мы смогли ее соблазнить? Вроде бы как бы. Ну, не соблазните, а попытаемся, давайте, позаигрывать. Но она у нас совсем какая-то недотрожная. А, тебе приятно, да? А, признаться в симпатии? Не-не-не-не-не. Давай мы похвалим еще твой внешний вид. Мы будем начинать издалека. Я смотрю, что ты устал, да? Ну, давай быстренько топай. Ай-яй-яй-яй-яй, куда ты пошла? Ты тоже кушать пошла. Хорошо, давай мы тебе закажем что-нибудь перекусить. Я думаю, что тебе это будет очень и очень полезно. Предлагаю сосиски с соусом. Ребята, нас отшили. Нас просто отшили. Я так понимаю, что Ахана, ну вот вообще нас не любит. Вот вообще нас не переваривает. Зато тут появляется все время подружка нашего спортзала. Правда, она когда-то у нас тут убежала и ничего делать толком не хочет. Вот это, конечно, нас отшило так отшило. Давайте попробуем последний раз ей сделать какой-нибудь комплимент. И все, и пусть сваливает. Давайте попробуем загладить вино. Ну что ж, ты такая вредина. Ребята, мы целую серию пытались бегать за этой девушкой. Целую серию мы ее пытались как-то соблазнить. И в итоге ей не понравилось. В итоге мы ей не нравимся. У нас хорошая репутация, но меня это вообще не радует. Тогда, друзья мои, я предлагаю ее просто послать куда подальше и отправиться в спортзал, который здесь у нас рядышком находится. Пойду-ка я с горя на дорожку. Раз меня никто не любит, я пойду бегать. Я пойду заниматься, я пойду на разминочку. Смотрите, мы уже с вами уже бегаем. Уже побежали. И я смотрю, что практически здесь у нас и девушек нет. Знаете, я думала, что эта девчонка не будет такой вредной. Но вот серьезно, она вроде бы адекватная, вроде такая вот симпатичная. Но, блин, ведет она себя, не пойми как кто. Мужской вечер. Давай сходим повеселимся. Ах, ребята, ну что? Что нам делать? Придется отправляться. Какой у нас спортзал-то? Возле нашего брата уже танцует девушка. А наш парнишка одинокий и грустный. Он заказал любимый напиток. Что ты заказал? Ячменный морс. Ну, в принципе, тоже неплохо. Вы пос... Подождите, я надеюсь, что... Подождите, я надеюсь, что ты не беременная от него. Давайте хоть посмотрим. Значит, Гарри. Гарри Аллен. От кого или с кем или где у тебя есть какие-то отношения? У тебя, получается, никаких отношений нет, да? Ну, это уже радует. А то, честно говоря, я уже перепугалась, что вот эта мадам его жена. Нет, ну, в принципе, девушка симпатичная. Мы же не можем ему запретить с кем-то встречаться. Но, с другой стороны, лучше бы она кого-то... Он кого-то другого подыскал. Знаете, что самое обидное, ребята? Это вот день неудач. Мне сегодня нельзя заказывать напиток. Получается, что, скорее всего, мы не подходим по возрасту. Потому что мы очень маленькие, Джордж Смит. С нами пришли какие-то дядьки знакомиться. То есть, девушек тут особо-то и нет. Ну, понятное дело, что мужской вечер, все дела. Хотя у нас тут какие-то бабушки или это... Подождите, это мужик? А, это Зак. Тьфу ты, я думала, это какая-то... Это не мужик, а девушка. Да, друзья мои, я смотрю, что мужской вечер. У нас какая-то унылишая компашка получается. Все сидят, пьют. Мы можем пойти поиграть разве что в дартс. Давай поиграемся... Поиграемся. Поиграем вместе со своим братцем. Может быть, так у нас вечер будет более приятным. И тут знаете, как оно бывает? В бар случайно зашла девушка. Вы посмотрите, ну прям ангелочек. Прям милашечка. И знаете, что самое смешное? Она, оказывается, подросток. Ее зовут Оливия Фирс. И я уже направила нашего брательника. Пусть он подойдет. Ну, в смысле, нашего младшенького. Так распихивает у всю толпу. Тут у нас как бы какая-то знаменитость пришла. Плевать. Плевать на всех и на вся. Привет. Чего ты такая грустная? Я хотела бы с тобой познакомить. Да ладно, ты что, издеваешься? Ты что, издеваешься? Вы все на меня не обращаете внимания? Только не говори, что я тебе тоже... Слушайте, может, наш брат просто... Всех отталкивает. Но в любом случае, посмотрите, какая милая барышня. Мне кажется, что с ней у нас могло бы что-то получиться. Но, по крайней мере, мне бы очень хотелось, чтобы у нас получилось. Потому что было бы очень грустно. Меня немножко удивило, что она пришла почему-то на мужскую вечеринку. Но, может быть, она шла за знаменитостью. Может быть, ей очень хотелось с этим чуваком встретиться. Я не знаю. Ты у нас вообще кто? Ты у нас Дастин Брок. Ты почти знаменитый. Ты слушай, подруга. Ну, он же почти знаменитость. Тебе что, интересно, с почти знаменитостью? Я ведь... Я ведь лучше. Я ведь лучше собаки. Давай-ка мы поговорим с тобой про солнечную погоду. Вспомним про солнечные деньки. И знаете, мне кажется, что... Оливия, возможно, могла бы стать нашей возлюбленной. Правда, я не уверена. Только не говорите, что она к нему пошла. Да ладно. Да ладненько. Она к ним всем пошла его фоткать. Тоже мне фанатка. Я же лучше. Я же точно должен быть лучше. Вообще-то, нам желательно возвращаться домой. Потому что, как вы видите, у нас уже понедельник. И вы же знаете, что завтра нам на учебу. Давай, поговори с ней. Пообщайся. Да, нам скучно, друзья мои. Два часа ночи, Уильям. Мне кажется, Эля, тебе уже пора ложиться спать. Ну, а нам, друзья мои, пора сделать перерывчик. Сегодня у нас была такая не очень обычная серия. Сегодня мы с вами большую часть серии играли не за нашу мамочку, которая беременная и всех тут доставала, скорее всего. А мы играли за нашего сынишку. Мы пытались найти для него... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, полегче, полегче. Мы пытались... Кстати, она родит уже в следующей серии, да-да, друзья мои. Мы пытались найти для него возлюбленную. Но, к сожалению, как вы понимаете, не все так просто. Не все так просто. Мы не так легко находим девушек, парней. И я так понимаю, что, возможно, Оливия станет нашей избранницей. Возможно, станет, возможно, нет. Мы будем пытаться. Ну и, конечно же, как вы видите, мы с вами нашли очень много парней для нашей мамочки. Удастся ли нам как-то их всех привлечь к ней или нет, вы уже увидите в новых сериях. Поэтому, друзья мои, если вам нравится студия, все обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь. Увидимся уже в новых выпусках очень-очень скоро. Хорошего вам настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok